Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Сегодня мы рассмотрим раздел Торы, который называется «Ва-эра» «И явил». Это книга «Исход» или «Шмот», 6 глава, 2 стих, 9 глава, 35 стих. Ну, исход есть исход. Понятно, о чем здесь, да, как раз самое начало. Вот. В основном, с 7 по 9 главу говорится о семи казнях египетских, на которых я сегодня не буду подробно останавливаться, а сосредоточусь на отрывке 6 главы. Ну, она меня всегда трогает, и я ее как-то рассматриваю, ну, не только на ней, но иногда я ее рассматриваю с разных сторон. Потому что она является ключевой, одной из ключевых во всей книге «Исход» или «Шмот». И понять ее можно только в контексте окончания предыдущей недельной главы. Вот. А предыдущая недельная глава, она закончилась тем, ну, если вы помните, ну, в том разделе говорилось о том, что Маше, он пришел к фараону, значит, сказал, что Господь сказал отпустить его народ. Тот говорит, да, в принципе, ребята, вы, по-моему, бездельничаете. И приказал, значит, наложить на них еще больше иго. И солому они там искали, теперь по всей земле, хотя раньше им давали. Вот. И они пришли к Маше, говорят, что ж ты с нами сделал, что у нас творится с нашими жизнями. Вот. И, короче, очень сильно они выступали против Маше. И даже Маше так возраптал перед Господом. Он сказал, ты не избавил народа твоего. Потому что, ну, народ, он ждал, что придет Маше, скажет, небеса, если фараону откажется, небеса разверзнутся, да, и фараон испепелится. А этого не произошло. Фараон, наоборот, показал, как бы, свою непоколебимость и свою силу, неограниченность своей власти. И это повергло народ в отчаяние. В ответ Всевышний говорит, как раз начинается сегодняшний раздел. И сказал Господь Маше, теперь, ну, то есть, когда фараон заявил, что он крутой парень такой передо мной, увидишь, что я сделаю с фараоном. Под действием руки крепко, он отпустит их, ну, то есть, народ. Под действием руки крепко, даже выгонит их землетой. И говорил Бог Маше и сказал ему, я Господь, Яхве. Здесь, там, я Господь, ну, подразумевается, что здесь имя Яхве. Ну, тетраграммон, который никто, по большому счету, не знает, как он произносится. Мы будем говорить, ну, как бы, достаточно общепринятое Яхве. Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, это Эль-Шаддай, а с именем моим Господь, Яхве, один из переводов говорит, тот, кто я есть, да, не открывался им. Ну, не то, чтобы совсем не открывался, они знали его по имени. И Авраам, и, значит, Исаак, и Иаков. Они знали его по имени, но они еще не знали, что за этим именем во всей полноте стоит. В этом плане я не открывался. Я поставил завет мой с ними, чтобы, имея в виду с Авраамом, Исааком, Иаковом, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилев о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я, Господь, Яхве, выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства, и спасу вашу мышцу, просертую судами великими. И я приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, которую я поднял руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам ее в наследие. Я, Господь. Маше предсказал это сынам Израилевым, но они не послушали Маше по малодушию и тяжести работ. Тоже запомним, да? Это один из ключевых моментов. Потому что я каждый раз, когда я что-то читаю, имеется в виду истории, комментирую, я стараюсь найти то, что нам сегодня, что оно полезно, что является образом для нас, что назидает нам нас, и что помогает нам идти по жизни, ходя перед Господом, ну, в нашем желании угодить Ему. Здесь мы говорим об историческом событии и о том, что, ну, это мы знаем уже из истории нашей, да, и апостолы много раз возвращались к этому, и в Танахе много раз это было. Значит, исход, он является образом, ну, историческим событием, и в то же время образом, да, выхода Божьего народа из царства рабства и вхождения в царство Мессии, в царство возлюбленного сына Божия Ишоа Мессии. Принципы этого выхода, да, они, по большому счету, они во многом одинаковы, что для народа, что для каждого, для каждого из нас. И сегодня мы остановимся на некоторых принципах, да, которые видны конкретно из этого отрывка. Принцип выхода из царства рабства и царства греха, да. Итак, первое, у Бога всегда есть цель для выхода Его народа из царства рабства и греха. Он не просто выводит, да, ну, вывожу и все, а дальше, что хочешь, это делай, сам распоряжайся. У него есть определенная цель. И мы здесь видим, он в данном случае, в историческом плане, вывести из рабства, ввести в землю ханаанскую. Но в дальнейшем Господь раскрывает для своего народа, а что же он хочет дальше? Потому что всегда вопрос, а что дальше? Ну, вот чуть-чуть, немного дальше, это в шмот 19.6, он говорит, вы будете у меня царством священником и народом святым, то есть народом отделенным, да, народом, тем народом, который будет представлять меня перед другими народами. В другом месте, Исайя 43.21, он сказал, этот народ, я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. То есть народ в лице каждого израильтянина, потому что, ну, народ, люди же видят не просто народ, да, они встречаются с конкретными людьми. И вот каждый человек, он будет нести, будет носителем славы Божьей. Мы с вами об этом как-то говорили, я проповедовал на эту тему, вот, о том, что в конце концов Бог желает, чтобы каждый человек, да, он отражал, он был сотворен для этого, быть образом и подобием. Правильно? Вот. И в конце концов Бог к этому ведет как свой народ, как каждого члена Божьего народа и, собственно, и так и все народы, которые Божий народ должен являть перед другими народами. Второе. Бог всегда приходит в жизнь верующих людей по своей инициативе, и Он приходит первым. Об этом Ишуа говорил, не вы меня призвали, а я вас призвал, да, никто не придет ко мне, если не призовет его, не привлечет его Отец Небесный и так далее. Бог всегда привлекает нас, потому что мы спасены как? По благодати, да, не по своим заслугам каким-то, не по своим каким-то отдельным качествам. Сама история выхода Израиля из Египта предполагает, что выход из рабства это не единовременное событие. Прошу меня услышать, да, то есть выход, то есть сам выход, переход из одного состояния народа в другое состояние, из одной земли в другую землю, он предполагает, что это будет путь. Мы часто забываем об этом, мы хотим, знаете, чего, какого-то единовременности какой-то такой, да, вот, чтобы вот сразу здесь и сейчас, вот, все произошло так, как вот сказано, сказано, но есть определенный путь, еще, что он сказал, я есть путь, да, вот, и вот это сам исход, он предполагает, что наше движение по Божьему пути, это и есть определенный путь, ну, даже, смотрите, даже вот, если люди говорят, чтобы узнать друг друга, надо, ну, путь соли съесть, да, ну, то есть что-то должно быть, пройти какое-то время, что-то должны произойти, какие-то события, вот, на этом пути, для чего Бог выводит нас, и для чего он ведет, чтобы на этом пути мы познали, кто есть Бог, трудно, если вот в одном событии, например, ну, вот представьте, один, он нас спас сразу, и мы сразу превратились, таких, знаете, идеальных людей, мы узнаем все стороны Божьего характера, как вы думаете? Нет, конечно, если мы сразу здесь, сейчас все получим, ну, как мы узнаем об этом? Вот, поэтому на пути, только в ходе движения определенного, и первые последователи, ученики Ишоа, они так, их так и звали, люди пути, если иудею звали, как бы больше, люди книги, да, то здесь, именно первые ученики, их звали люди пути, и Ишоа сам говорил, я есть им путь. Четвертое, здесь говорится, вот именно в этом разделе, здесь дается для нас очень важная, очень важная вещь, о том, что может помешать нам при вот этом движении, да, при движении, при исполнении Божьей воли, когда мы будем двигаться по пути из царства греха, да, в царство света, царство присутствия Божьего Сына. Вот об этом как раз и говорится. Моше пересказал это сынам Израиля, но они не послушали Моше по малодушию и тяжести работ. По малодушию и тяжести работ. Слово КЦР, которое приведено здесь как малодушие или малый дух, в некоторых переводах он переводится как нетерпеливый дух, а в одном из переводов как короткий дух. Вот, значит, эти слова действительно выражают слово КЦР, то есть нетерпеливый, короткий дух, да, он говорит о нетерпеливости, о желании получить то, о чем говорится здесь и сразу. Во все времена оценились люди, ну, условно так скажем, длинного духа, да, те, которые могут ставить цели и терпеливо, настойчиво двигаться к этим целям. И когда Господь говорил Иисусу Навину «Будь твердым и мужественным», там это имелось в виду. Вот. И также в Брит Хаташа, Евреям 6.12, там Новый Завет призывает нас, чтобы мы имели вот этот длинный, настойчивый дух и подражали тем, кто верою и долготерпением, да, стойкостью, выдержкой наследует обетование. Ну, как мы видим, Израиль в своем большинстве тогда он имел вот этот короткий, нетерпеливый дух. Они хотели быстрых и не требующих усилий решения. Я хочу сказать, что и в наше время среди нас, ну, и мы иногда бываем такими нетерпеливыми, да, то есть мы хотим решений здесь и сейчас. Чудес, очень любят чудеса верующие, да, ну, знаете об этом, чтобы вот раз и все, и произошло. Вот вчера я был, например, завистливым, да, сегодня, хоп, я уже не завистливый, да, там, вчера я был там весь больной, вот, ну, шел к этому всю жизнь, не соблюдал ничего, да, там, ел, что хотел, там, делал, что хотел со своим здоровьем, а теперь вот Господь мне должен раз и как бы исцелить, вот, а если он не исцелит, то что-то он неправильно действует и так далее, вот, то есть, такие люди, как правило, знаете, они ищут особых помазанных церквей, да, особых помазанных пастырей, служителей, такое вот, ну, я просто встречался с этим неоднократно, понимаете, вот там придешь, да, там за тебя, там поедешь на особую конференцию, я не против конференции, сразу говорю, значит, но на особую конференцию, там приедет особый служитель, он возложит на тебя особую руку и сойдет особый дух, и, короче, в твоей жизни все поменяется, ты особенно трудиться не будешь, но в твоей жизни все поменяется, ну, бывает такое, согласитесь, да, вот, встречались, наверное, вы тоже, потому что, ну, есть такое, знаете, по благодати, вот, вот по благодати, вот здесь и сейчас сразу быстро, и чтоб все было в шоколаде, вот, я встречался с этим, и, честно говорю, у таких людей, ну, не видел я жизненного успеха, ну, я имею в виду Бог, ну, как Господь этого хочет, вот, потому что Бог нас настраивает на определенный путь, который мы проходим с Ним, да, и на этом пути, мы от чего-то отказываемся с Божьей помощью, да, что-то мы приобретаем с Божьей помощью, ну, и с помощью общины Божьей, потому что, друзья, без общины Божьей, я вам хочу сказать, что на этом пути, я тоже не представляю, как можно верующему человеку, не находясь в общении, приобрести то главное, что Господь ожидает от нас, характер, да, вот, мышление, характер, это, ну, практически невозможно, по крайней мере, я с этим не встречался, поэтому, давайте будем честны, если мы запакованы в шоколад, ну, вряд ли придут изменения характера, правильно, вот, но если мы идем по пути, в долготерпении, познавая Божью волю, познавая Его Слово, глубину, и приобретая то, что необходимо нам приобрести, это мы говорили о том, что может нам повредить, да, то есть короткий, такой нетерпеливый характер, желание все получить здесь и сейчас, а что может помочь нам в таком исходе, вот, здесь тоже Господь отвечает в этом коротком отрывке Торы, Господь тоже нам помогает увидеть, являлся я Аврааму Исааку Якову с именем Бог всемогущий, а с моим именем Господь Яхве, или я тот, кто я есть, не открылся им, имеется в виду, что Господь теперь на этом пути, вот, он будет открываться своему народу разными сторонами своей личности, ведь мы не можем сказать, что Бог, он просто Бог всемогущий, да, вот он говорит, я открылся им Бог, они четко знают, что Бог всемогущий, но именно Бог Яхват, как тот, кто Бог завета, тот, кто сказал, что я исполню, они еще пока не видели, они предполагали, они надеялись, да, а теперь я буду открываться, и мы видим, что в исходе, да, Господь, он открывался, он открывался своему народу, и они познавали его имя, вот, и Господь пастырь мой, да, и Господь целитель мой, и Господь все усматривающий для меня, вот, Господь знамя мое, то есть все это открывалось шаг за шагом, да, ситуация за ситуацией, это открывалось народу, не всем оно принесло пользу, но в целом народ, как мы знаем, он вошел в землю обетованную, он вошел тем народом, который Господь желал его потом видеть, и мы, конечно же, мы хотим быть похожим на тот народ, ну, имеется ввиду, имеющим долгий дух, да, вот, крепкий, организованный, вот, который мы видим уже перед входом в землю обетованную, и так познание Бога через познание его имени, его имен, да, ну, имени, это значит имен, оно дает силу Божьему народу, как Господь раскрылся для нас, друзья, я сейчас заканчиваю уже, как Господь раскрылся для нас, мы знаем об этом, я просто напомню, потому что, слава Господу, мы уже научены, да, во многом, но я напомню, он раскрылся нам через сына своего, Ишо, да, который открывал нам тоже свои имена, ну, это мы не воспринимаем как имена, но на самом деле это тоже в определенной степени имена, и я вам сейчас перечислю, я есмь путь истинной жизни, да, это Ишо говорил в Иоанна, я есмь хлеб жизни, тоже его имя, тот, кто насыщает, тот, кто дает жизнь для верующих, я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, выйдет, войдет и выйдет и пажить найдет, я есмь пастырь добрый, я есмь воскресенье и жизнь, я есмь истинно виноградная лоза, я есмь, это уже в откровении, альфа и омега, первое и последнее, и конец, это господность Ишо, и апостол Иоанн, который, ну, как бы, его и любимый ученик, который очень близко знал своего Господа и Спасителя, в первое Иоанна, в последних стихах он говорит, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Ишо Мессии, сиесть истинный Бог и жизнь вечная, амин. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу на Амину и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни, они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Петсимхах, у нас есть Ахава-Ишуа. Для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.